Здравствуйте! Господин Аникин, выступая в средствах массовой информации, говорит о том, что у нас здесь все прекрасно и хорошо. На самом деле это все далеко не так. Допустим, они требуют, чтобы мы эксплуатировали котел для санитарных нужд и обогрева пароходов. Допустим, котел у нас находится в аварийном состоянии, то бишь протекают водогрейные трубки и есть прогорание в огневой части котла, в самом корпусе котла. Что видно, у нас хорошо. Здесь краска у нас обогревшая, ну и черный. Видите, все это. А пламя прямо оттуда, да? Да, прямо вот выступает, вот там в районе колонки, видно светится с подушивки пламя. Вода во время работы котла, вода у нас вытекает, и стопки в почву поступают. Прекрасно все, замечательно, хорошо. Что еще раз сказать. Поэтому у нас нет отопления и горячей воды. Воды нет, воду стараемся делать. Старший механик рапортом извещал компанию о том, что котел находится в аварийном состоянии, его нельзя эксплуатировать. Но компания в Телеграмме подтвердила, требует, чтобы мы это проводили, а вообще хотели, чтобы мы гоняли котел. Котел гоняли каждый день. Мы распределили людям, чтобы хоть помыться плохо. Компания не предпринимает никаких усилий для того, чтобы снабдить пароход, каким-нибудь водиломо-электрическим оборевателем для нужных экипажа, для водиа посуды, для помывки и так далее. Ну еще могу сказать от себя. Также нарушается санитарная норма в том отношении, что мы получаем воду. Завод снабжает нас водой из пожарной системы, заводской пожарной системы. Также господина Никина утверждает, что у нас здесь все прекрасно. Не может вывести экипаж, мотивируя это тем, что здесь эпидемия коронавируса, карантин и так далее. Но не говорит ни слова о том, что экипаж не имеет медицинского страхования по надлежащим нормам. То бишь, экипаж не имеет. Те члены экипажа, которые обращались за медицинской помощью, квалифицированной помощи не получали. Это все на этом.